приветствую вас друзья в этом видео две темы для разговора первое это караван с караваном снова обосрались 22 числа в 21 мск должны были добавить прем танки за один кредит танкисты 21 мск начали крутить караван менять товары в надежде что им попадется танчик за один кредит но их там не было их добавили позже поэтому танкисты крутили в холостую просрали кучу серебра и вот разработчики как они написали там по-быстрому по решали эту проблему и сегодня в 21 мск танков в караване за один кредит будет в два раза больше вчера они добавили позже сегодня них добавят наверное во время еще и в два раза больше а тем кто потратил жетоны там или серебро им все вернут получается они на халяву покрутили посмотрели как выглядит караван чем там дает чего выпадает я бы на халяву тоже покрутил но покрутил я специально 50 раз для того чтобы посмотреть на что там похож караван и я был разочарован как обычно поскольку товары нереально часто просто повторяются одно и то же по кругу крутится и крутится повторяется-повторяется потом через десяток другой меняется на другую пачку товаров и она начинает по кругу крутится на повторе такое ощущение что они просто взяли вариативность выпадения скопировали забалансировщика который карты крутит на повторе засунули сюда и готово влились мне Выпали там какие-то танки за серебро, какие-то там стили. Вот этот вот легендарный товар за один кредит, три инструкции, это вообще класс. А то, что я перед этим крутнул за 100 тысяч серебра, это конечно да. В общем и целом, мое мнение про караван не изменилось. Может кто-то не понял, сейчас разжую и объясню. Если у вас серебра примерно меньше 20 миллионов, то скорее всего нет смысла туда залазить. Поскольку, а что вы там купите? Вы только на прокручивание потратите примерно столько или половину. А за что вы потом будете покупать? Непонятно. Это событие плохое для тех, у кого мало серебра и для тех, у кого много танков премиумных. Вам там особо ловить нечего. Если у вас танков немного и есть что-то, что вы хотели бы получить, а я сейчас расскажу полный список танков и покажу. И вы посмотрите, есть там что-то, что вам надо или нет. И у вас серебра там, ну хотя бы 50 миллионов, 100. Есть танкисты, которые годами катаются на премтанках, вообще не вылазят с 8 уровня с премтанков. И у них серебра очень много, для них оно ценности не имеет. Вот для этих танкистов это событие и сделано. Чтобы они крутили, тратили серебро и за серебро покупали премтанки. Поскольку, ну у них его чрезмерно много, оно для них ничего не стоит. Вот для таких танкистов это событие в самый раз. А для тех, у кого ресурсов мало, вы только разочаруетесь, поскольку вы будете часто крутить на повторе одно и то же, а потом еще и за что-то это покупать. Это просто жуть. Ладно, надеюсь вы поняли, для кого это событие. Это событие для очень узконаправленного контингента танкиста, у которых бесконечно много серебра. Какие танки можно здесь взять? За какую валюту? Что стоит брать, что нет? Итак, за один кредит мы уже знаем, что там есть. Е75ТС, АМБТ, Ренегат и Вайпер. Это берем, если вам попалось. Потому что один кредит это пшик. Если выпало, берем. Ну обычно в 21.00 оно там за пару секунд разлетается и кто успел, тот успел, кто не успел, тот не успел. Если повезло, берем, не повезло, ну ладно. Итак, следующие примтанки 8 уровня можно взять либо за 18 миллионов серебра, либо за 9 900 золота. Они все стоят одинаково. Вам может выпасть как из-за серебро, так и за золото. Револьвер, немецкий бульдог, британский Сенлак ЛТшка, СТРВ-С1, ХВК-30, М41Д, это китайский бульдог, М4ВАЙ, это ЙОХ, КАРНРВОН ЭКШН-Х, ВК-7501К, который в патче в следующем апнут, ЧФТ-Д95, который немного апнули, но так себе, СТРВ-81, полная шляпа, Кировец-1, Т-54 первый образец, КВ-4 КТТС, ВЗ-121ГФТ, АМХ-Кэнон 105. Вот это все продается в одинаковую цену. Либо 18 миллионов серебра, либо 9 900 золота. Причем, если танкисты будут добавлять себе в избранные эти танки, То цена должна уменьшаться. Но вот уже второй день пошел, а ни один танк дешевле не стал. Либо никто не добавляет, либо надо, чтобы очень много кто добавил. В общем, что-то оно дешевле не становится. Кидалово. Что из этого всего я могу вам порекомендовать взять? Револьвер, после апа неплохой. Сенлок или ХВК-30, это такие средние паршивости ЛТшки на урон. Скрипя зубами, для любителей ЛТ их можно взять. СТРВ-С1 я вообще ненавижу, поэтому я за него ничего сказать не могу. Сами думайте. Танк отвратительный лично для меня. Но сидеть в кусту и просто стрелять, это конечно, ну геймплей не для всех. Китайский Бульдог М41Д очень слабый. Йох слабоватый, на нем нужно очень много скилла, чтобы нормально сыграть. Точно так же, как и КР Нарвон Акшен Икс, но на нем чуть легче. Хотя он тоже сложный. ВК-7501К неизвестно до какого состояния он апнется, поэтому неизвестно. Чифтейн Т-95 слабовато апнули. СТР-81 тут самый слабый танк, его не стоит брать вообще. Кировец-1 так себе танк, на нем конечно можно играть, но лучше вот Т-54 первый образец. Вот он после апа мне очень сильно понравился. Я бы его имбой не назвал, но хорошим танком можно. КВ-4КТТС очень сложный танк, я бы его не рекомендовал. Но иногда с трудом на ДПМе получается на нем настрелять, но это так себе. ВЗ-121GFT, как и АМХ Кэнон 105, такие себе средненькие ПТшки, есть намного лучше на 8 уровне. Премиумный ПТ. Эти очень сильно на любителя, так себе короче. Но из них я бы наверное лучше взял ВЗ-121GFT, поскольку он иногда от рельефа может потанчить. Но пушка кривая. Короче из этого всего я лично взял бы револьвер. Возможно ВК-7501К, что-то там ему на аппале в следующем патче. Но надо еще дожить до следующего патча и посмотреть. И Т-54 первый образец. Вот эти вот 2,5 танка я бы точно взял. Остальное под вопросом. Что касаемо танков 9 уровня. Объект 2.8.3, он во-первых не премиумный, во-вторых он очень слабый и мерзкий. Зачем его брать я не знаю. Остальные танки премиумные и из них я бы выделил только ВЗ-120GFT. Очень классная пушка, но нет брони и не так уж много УВН-ов. Нелегкий танчик, но очень интересный. Мне понравился. Т-54 Heavy слабый, даже после аппа. Он в постоянной продаже и никто на нем не играет, никто не берет. Даже целевая аудитория не оценила. Шарм Лей-75. Специфическая ЛТ-шка французская 9 уровня. Можно взять, если вы ЛТ-вод и понимаете как на ЛТ играть на урон, поскольку танчик больше про урон. У него там кассетные эти барабаны. Геймплей короче специфический. Вот полный список танков за караван. Видим, что не так уж много классных танков. Очень сложно выцепить танк за один кредит, поскольку они разлетаются быстро. И в целом это событие для тех, у кого бесконечно много серебра. Остальным сюда я бы не рекомендовал заходить, поскольку вы уйдете в одних трусах и потом будете жаловаться, что просрали кучу кредитов. Следующая новость, о которой хочу вам рассказать, это орбита время первых. Событие, в котором можно будет получить танки 11 уровня в патче 1.32 22 января. Там помимо танков 11 уровня, я уже в одном из прошлых видео показывал, рассказывал, можно еще получить премтанки 8-9 уровня. Также еще там будет акционный танк 10 уровня и какая-то там новая ветка. Ну и помимо этого еще всякие там приколюхи, стили, экипаж какой-то. Так вот, стало известно, что немецкий акционный средний танк 10 уровня Eric Concept 1 будет в этом проекте орбита. Многие танкисты спрашивали, где же эта СТ-шка с огромной альфой, быстрая, немецкая. Вот, она будет в этой орбите. То есть ждем аж 22 января и там этот танчик можно будет получить путем сбрасывания веток. Также там будет еще шведский премиум средний танк 9 уровня UDIS-03A3. Некоторые стримеры, я помню, не так давно катали на нем, там что-то стримили. А также еще британский премиум средний танк 8 уровня Vickers MBT MK3. Тоже этот танчик уже давно вроде как сделали и только сейчас рассказали, где же он будет. Машины являются наградами за этапы прогрессии проекта орбита. То есть там все это можно будет получить. То есть разработчики всеми путями пытаются туда игроков заманить. Не только 11 уровнем. Видимо, чтобы больше танкистов приняло участие в этом событии, напихали туда все, что только можно. Вот такие вот у меня новости для вас. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик и Радик Красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok